Уважаемые коллеги, я очень рада, что меня пригласили на заседание Круглого Стала. И сегодняшние, конечно, дискуссии очень весомые для всех нас здесь присутствующих. Я, конечно же, хотела остановиться на практическом опыте организации своего бизнеса в сфере сельского хозяйства. В частности, грант «Начинающий фермер». Можно, вот я подготовила небольшую презентацию о развитии своего фермерского хозяйства. Кирилл, можно приостанавливать кадр, тогда лучше пролистывать. И сначала тогда, да? Значит, грант я получила в 2016 году на поддержку начинающих фермеров. Так как я была последующим уже в Минсельхозе бюджетных денег, значит, всего лишь досталось мне 1 170 000 рублей. Свой бизнес я планировала организовать в сфере развития кролиководства в Ростовской области. Получив денежные средства, согласно бизнес-плана, мной были закуплены оборудование для содержания кроликов. Вот так вот выглядит оборудование, полное в комплекте, представляет мини-ферму. Естественно, денег грантовой поддержки не хватило. И вот если видите на картинке, да, два корпуса сзади стоящих, это построенные, значит, возведенные за средства гранта. А вот первый, первый корпус вход, это за средства субсидии местного бюджета. В те годы местные бюджеты выдавали гранты, субсидии в размере порядка 300 000, и мне удалось его заполучить. И с того момента больше местные бюджеты и грантов, субсидий таких не давали. Не знаю почему, то ли, ну, скорее всего, с нехваткой денежных средств. Значит, мной были приобретены и сами кролики, породы хико. Это порода в диковинку, может быть, в нашей Ростовской области и в стране, но, тем не менее, многие хозяйства уже занимаются разведением этой породы. Порода – это гибридный кролик, французский гибрид. Чем он имеет свои преимущества перед другими животными кроликами? Тем, что это скарспелый гибрид. То есть, убойный вес он достигает в возрасте 3-4 месяцев. И готов, значит, уже к употреблению. На сегодняшний день стадо и поголовье моего хозяйства небольшое, так как фирма расположена в близ населенного пункта. И дальше развиваться я просто не имею права по санитарным нормам. Поголовье достигает до 100 голов. Но, тем не менее, за этот промежуток времени, с 2016 года, в принципе, я оправдала результаты своего бизнес-плана. Вы видели, да, вот смотрите внимательно. Это, значит, оборудование, которое было приобретено за средства гранта. Гранулятор, значит, был приобретен за средства гранта. И мини-комбиркормовый завод. И на протяжении всего времени, начиная с 2017 года, моё хозяйство производит свой полнорационный корм для кроликов. В собственности имеется 120 гектар сенокоса. Конечно, не всё засеяно люцерно. Вот только 60 гектар, но для моего хозяйства этого предостаточно. Остальные люцерно идут на переработку и избыт. На протяжении четырёх, уже более четырёх лет, я сделала выводы, что, конечно, грантовые поддержки очень хорошо для нас, для всех. И, как выразился Алексей Павлович, что мы обязаны организовать поддержку начинающих фермеров и любое сельское хозяйство, но, тем не менее, фермеры, как сейчас мы сегодня слышали, сталкиваются с большими проблемами. И наше законодательство не всегда состыковывается с реальностью и действительностью. Анна Владимировна, простите, вот сто голов, я боюсь, что на этом споткнутся люди. Это маточное поголовье, имеется в виду? Да, это маточное поголовье. А общее поголовье у вас многократно больше, правильно? Ежегодно где-то около четырёх-четырёх тысяч вообще поголовье. А, я тогда понимаю. Но ролики считаются у нас в маточном поголовье обычно, как правило. Да, и по всем статистическим формам и прочим. Да, прошу прощения, вы сказали о подводных камнях, хотели бы рассказать. Да, да, да. Изначально фермеры допускают ошибку граждане, которые идут на государственную поддержку. Вроде бы всё, всё замечательно, всё хорошо. Но, тем не менее, потом набивают шишки и сталкиваются с теми моментами, да, сбыта, нехваткой собственных средств на продолжение развития самого бизнеса. Высокими ставками кредитных организаций и тем более сейчас в наше сложное время, коронавирусное время, да, сбыт продукции очень сложен. Когда не работает масса торговых сетей, вернее, мелких сетей, не работает, да, куда я просто столкнулась с этим, которые во время коронавируса были на протяжении трёх месяцев полностью закрыты. То есть сбыт получался в никуда. И мне приходилось остановить производство осеменения кроликов, потому что не было сбыта. Ну, это, в частности, по крольчему хозяйству, но также сталкиваются все остальные фермеры. А сталкиваются с тем, что изначально сам фермер, когда идёт на грантовую поддержку, не особое внимание уделяет самому бизнес-плану. А если бизнес-план составлен не самим фермером, и составили его, ну, вроде бы как по его интересам, да, вот мясной животноводцев замечательно. А вот бизнес-план, я ничего не против Алексея, Алексей, не в вашу сторону. Но, тем не менее, зачастую так. А потом, когда приходит годовой отчёт, срок сдачи, и фермер говорит, а я же ещё ничего не произвёл, я же вот только грант взял. А там показатель уже зашкаливает. И мы приходим к тому, что со временем это приводит из года в год к невыполнению плана бизнес-плана, да. И это, следствие, ведёт возврат гранта. То есть много таких случаев. Да, вроде бы всё хорошо, а там сколько-то, то он недовыполнил. То есть изначально фермер не видел своего бизнес-плана. И я хотела бы остановиться, конечно, если вы собираетесь начать свой бизнес, может быть, повторюсь, Кирилл сказал только о кооперации, даже мелкий, агро-стартак, да, человек, который занимается еще в особом хозяйстве, открывает свой бизнес. Пожалуйста, задумайтесь над тем, чётко задумайтесь над тем, чем вы планируете заниматься, и какая ваша цель. Не такая цель, что я хочу быть миллионером. Да, это очень хорошо. Но откиньте сразу эти мысли, сразу. Потому что здесь необходимо работать, работать и работать. И вы столкнётесь с массой проблем, которые вы могли бы избежать на начальном этапе при составлении своего бизнес-плана. Конкретно я, когда составляла бизнес-план, он у меня был, знаете, как импровизированный. Вот так вот, да, я скажу, что его составляли очень быстро. И многое-многое вот уже за эти годы я увидела, что вот сейчас бы я сделала совершенно по-другому. Даже вот тот падёж, который берётся, да, из методических рекомендаций, он совершенно по факту не тот. Даже в процент осеменяемости тех самых кроликов и тех самых крест даже, искусственное осеменение, которое практикуется, оно у нас на очень низком уровне. И фермер должен учесть это всё в своём бизнес-плане. Поэтому, если вы завышаете показатели, то вы думаете, что вы будете отвечать потом за вот эти показатели, которые вы поставили изначально в бизнес-плане. И поэтому я рекомендую, ну, никогда не завышать те самые показатели даже по производству высокоудойных коров, по производству молока. Потому что это очень большая проблема. Ну и, конечно же, изначально определитесь с рынком сбыта продукции. Потому что в Ростовской области выйти на торговые сети – это очень тяжело. Нужно или мелким фермерам влияться в корпоративы, или иметь за спиной того дядю, который тебя продвинет. То есть, прежде чем идти в бизнес, нужно наставить все точки над им. И я хотела продемонстрировать такое колесо, колесо баланса своего бизнеса. И рекомендую всем начинающим фермерам, ведущим личное пособное хозяйство, или уже крестьянским фермерским хозяйством, может быть, даже специалистам отдела сельского хозяйства, которые курируют грантополучателей. Прежде чем вы толкаете в господдержку, толкаете фермеров, вы несколько раз уточните, а хотят ли они этого. Чтобы потом, опять-таки, на ваши плечи, на плечи администрации, и самих фермеров не повесить этот груз. Это в действительности так. Меня, наверное, выгонят сегодня за такие слова. Вот смотрите, обратите внимание... Почему повысят вас? Повысят, да? Ну, хорошо. Еще один грант дадут. Колесо баланса. Вот я разбила на 8 секторов равных, секторов бизнес. Вернее, цель бизнеса и становление бизнеса. Первое, это фермер каждый, который идет на господдержку, он должен знать, что он действительно хочет. И желает ли он организовать 100% на свой бизнес. Никакое при украшении действительности вот здесь никак не котируется. То есть ты должен определить, по 10-балльной шкале, вот можно даже расстриховать, да, вот сколько вот баллов, допустим, там 5 или 7 баллов, вот свое четкое желание определить. Далее, цель. Нужно определить точную цель своего агробизнеса. К чему он хочет прийти? Как я уже говорила, не к миллионам, а конкретно. Конкретно, я хочу быть первым лидером по производству молока на севере Ростовской области, к примеру, да, или там по производству мяса говядины в восточных районах нашей Ростовской области. То есть цель должна быть конкретная. Если цель я хочу, а может быть вот это, может быть, это не котируется, или это не шиба. То есть опять вы определили, сколько баллов вы готовы поставить за конкретную цель. Далее, следующий сектор, это опыт. Вот у нас в бизнес-планах и в Минсельхозе, по-моему, сейчас упразднили уже это, требовалось сельхозобразование. По-моему, упразднили, да, уже, Татьяна Николаевна? Уже этого нет. Требуется или повышение квалификации. Но я считаю, что если фермер идет в господдержку, идет в сельское хозяйство, он знает, что это такое сельское хозяйство. То есть опыт у него какой-то имеется. Уже в сельском хозяйстве. Фермеру нужно быть, главное, хорошим юристом и бухгалтером. Вот это главное. Вот я не знаю, можно, Татьяна Николаевна, можно у нас включать в рабочие места должность бухгалтера? Или экономиста? Рабочие места вы можете создавать. То есть любые, да? С точки зрения, что они должны быть юристами и бухгалтерами, при этом не понимать технологии, вы их сейчас забудете именно в то, о чем вы говорили, в непрофессиональный подход к бизнесу, и в итоге это приведет их к чему, к возврату грамм. Прежде всего фермер должен быть специалистом в своем сельхозпроизводстве, а вот нанять для своего бизнеса бухгалтера и бухгалтера и бухгалтера можно включить, да? Бухгалтера можно включить в бизнес план, да? Как должность. У нас никогда не было предложений о жгодных должностях по специализации. Рабочее место, какое ему надо выбирать, сам фермер, он может нанять как? Любого специалиста. Любого специалиста. Замечательно. Вот то есть фермеру... Он должен поднимать сельское хозяйство. Нет, то есть он идет в сельское хозяйство, он изначально знает, что это такое. Ну вот глубоко заблуждает. Не все просто так. Вот поэтому это и колесо. Прежде чем взять господдержку, необходимо пройти туда колесо и видеть результат. Следующий момент. Опыт, да, действительно, достаточно ему этих самых знаний. Заполнили опять шкалу. Второй момент. Сектор — это деньги. Сколько имеется собственных средств у начинающего фермера? Естественно, собственные средства — это не менее 10% по любой из программ, имеется в виду низшего уровня. Ну и, конечно же, тех грантовых средств, как всегда, не хватает. И поэтому, естественно, фермер должен знать, какой у него кошелек изначально. Опять-таки, определили. Направление. Точно должен фермер знать четкое направление. Если это мясное, значит, только мясное, никаких молочных короб. То есть, определить направление. Или, может быть, сомневается, чем же мне заняться. То ли молоком, то ли мясом. А нет, пойду на молоко. На молоко 5 миллионов дают. То есть, ну вот этой неопределенности не должно быть. Поддержка. 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 Сектор тоже весомый. Во-первых, это поддержка семьи должна быть, близких. Потому что, занимаясь сельским хозяйством, если это животноводство, то это все выходные, все праздники. Это полностью твое занятие, твое хобби. Потому что тех самых наемных работников все равно нужно контролировать. И принимать в этом участие. Следующий сектор – это сбыт продукции, о котором сегодня много было затронуто вопросов. Насколько пригоден ваш продукт, который вы произведете в данной области. Не перезбыток ли его. То есть, вы должны увидеть, проанализировать весь рынок сбыта, ценовую политику и определить все-таки. Ну и, конечно же, оценка собственного здоровья. Сектор занимает. То есть, вы будете без отдыха, без выходных. Но если в предпенсионном возрасте вы возьмете этот грант, то, естественно, намного тяжелее все это. Благо, что у нас в Ростовской области большая часть грантополучателей до 35 лет. Поэтому это радует. Ну и, конечно же… Анна Владимировна, минутку вам. Минутка осталась. Ну, в принципе, мы подошли. Если вы расставите все точечки и рейтинг попальной системы по каждому сектору, и потом соедините все эти точки, то увидите, какое колесо у вас получилось. Если оно имеет более ровные черты и приближено к десятибалльной системе, то есть к контуру этого колеса, то ваш бизнес будет более успешным. А если какие-то позиции занимают более низший уровень, то есть вам необходимо это доработать и поставить себе цель, а что не хватает мне для этого, чтобы реализовать вот это и получить грантовую поддержку. Все, спасибо. Ясно, спасибо. Кто хотел бы спросить фермера? Саша Коренева, пожалуйста. Анна, спасибо большое. Вы очень хорошую методику рассказали, но вы не могли бы поделиться своим опытом? Вот как вы анализировали рынок сбыта? И почему вы выбрали кролиководство? Может быть, у вас какой-то был опыт в этой сфере до того, как вы получили грант? Вот немножко про ваш, так сказать, личный путь. Значит, в грантовую поддержку я включилась, имея небольшой опыт ведения личного подсобного хозяйства в сфере кролиководства. Вообще натолкнул меня мой брат. Он говорит, ты сидишь безработная, двое детей, вот есть такая программа, давай в ней поучаствуем. И кроликов будем разводить в условиях фермы. И вот результат, да? По рынку сбыта. На тот момент, значит, в соседнем районе, Боковском районе, значит, был мясной кооператив, с которым я и заключила договор. Но один раз только, всего лишь, попытались с ним сотрудничать, и вскоре он закрылся. То есть я планировала одно, что у меня постоянные поставки будут в соседний район, да, там уже кооперативы сбывать по своим уже каналам. Это очень рядом, доступно. Минимальные затраты на транспортные расходы. То есть мне было это очень удобно. Ну, я же говорю. А в итоге получается совсем как всегда. Так вы, получается, с этим кооперативом один раз получилось быть, это уже после получения гранта? После получения гранта, да. А как же вы выкрутились? А как выкрутились? А теперь начали искать. Кооператив просто закрылся. Просто закрылся. Так как мы, конечно, находимся далеко от больших городов, вот, и сбыт продукции, сосредоточенный именно в центре, конечно, с этим большая проблема. Не имея своей собственной бойни, с этим проблема гораздо сложнее. Значит, мы выводим своих кроликов на близлежащие бойни в нашей Ростовской области. Это город Шахты и под городом Таганруга. Фермеры, которые ранее брали господдержку и развивали уже как семейные фермы, вот, у них имеются именно бойни по забою кроликов. Только так. Но, опять-таки, это очень большие затраты. Затраты. Ну, забить, понятно, а дальше мясо. Они остаются у них. Они уже сдают по сетям магазинов. То есть, с бытом, с быт, вот, планируешь одно, а получается совершенно другое. То же самое, как разница. Скажите, а по цене мяса, вот, то, что вы закладывали в бизнес-план, и то, что получилось, есть разница? Смотрите, значит, конечно, есть весомая разница, но, в принципе, за более 4 года, это 5 лет, будем говорить, значит, цена на мясо кролика, она особо не изменилась. Примерно то же самое, что было заложено по бизнес-плану, на таком уровне мы идем. Хотя, вот, если даже вот в деревне у нас, да, продавать мясо кролика. Если у меня мясо кролика, тушка кролика, стоит 350 рублей килограмм, в Ростове стоит она порядка 750 рублей килограмм, то у нас в деревне мясо кролика, не моего фермерска, стоит 250 рублей. И поэтому, то есть, вот такие вот разграничения в цене, ну, естественно, конечно, влияют на сам бизнес и доход фермера. Но я думаю, в принципе, она везде там. Немножко еще. И где, что справедливость, и как же можно вести бизнес, если цены от 250 до 350, 100 рублей, как же здесь можно... 750. Да, 700. Сетя. Да, вот 750. Как же здесь можно вести какой-то бизнес? И вы говорите, вот бизнес... Я... Надо написать, там, этот бизнес-план. Как его можно написать в сельском хозяйстве бизнес-план? Объясните мне, пожалуйста. Я не могу одного понять. Вот у меня работают экономисты, юристы, бухгалтера. Вот они там делают бизнес-план. Там, вот, назимая пшеница, будет на следующий год, там, 17 рублей. Но где 17? Она уже 12. Любели почины. Что я теперь сказать? Так же с этими кроликами. Два раза разница. Да, очень обидно, когда я вижу своего кролика, она прилавкает под маркой, под брендом, да. Такого же фермера, который в чуть большей ступени прошел, гораздо больше, чем я, но уже по цене я ему сдала по 140 рублей, да, а вижу этого же своего же кролика по 750. А сколько вы с ним промучились из этих кроликов? Да, согласна. Но это же сельское хозяйство, да, где должно быть. Вот когда... Вот когда у нас... Скажите, пожалуйста, вы грантополучитель какого года? Я его вообще не получал, не раз. Я с вами не есть, чем нет. Я с вами не был. Я вас сломил. Я сломил. Я сломал. Шайный фермер. Давайте все-таки немножко сейчас отступим от вот такой простой схемы купил, а сдал и забыл, к тому, что... К чему у нас сегодня подводит мировая экономика, да, мировой рынке, правильно? Давайте немножко шире посмотрим на ситуацию, которая происходит. Мы с вами вступили в рыночную экономику, да, и рыночная экономика предполагает действительно завоевание какой-то своей ниши. И если мы посмотрим на мировое сообщество, во всем мире есть глобальные торговые там сети, компании, да, есть оперативная система, да, у нас это молодое направление и так далее. Но вот как раз таки вся мировая система для помощи, знаете, как для самоорганизации фермеров и небольших производителей в дальнейшем реализации, она формирует там, можно это назвать кооперативом, можно это назвать холдингом, да, как хотите назовите. Но вам сегодня все равно надо формировать объединение, которое вы продвигали в вашу продукцию. Вы должны не просто ее научиться производить, но и объединяться с целью выстраивания своей собственной системы. И вот недавно, буквально, да, месяц назад очередной шаг, который правительство Российской Федерации вам сигнал бросило, очередной сигнал, это муниципалитеты, субъекты федерации должны сегодня вместе с вами продумать систему формирования на территориях районов, городов, нестационарных объектов, объектов малой торговли и так далее, и так далее. Поэтому вот вы, пожалуйста, не создавайте сами для себя какой-то замкнутый круг. Вы посмотрите не на конкретную свою ситуацию, а на законы формирования экономики и бизнеса, которые зависят не конкретно ни от вас, ни от вас, ни от нас. Это мировая система. И вот сегодня все государственные программы, они сегодня, понимаете сигнал правильно, они помогают вам выстраиваться и идти в том направлении, в котором идет экономика. И вот сегодня, вот уж ловили от Андреевны, даже центру компетенции сегодня есть поручение обучить вас в течение года, научить вас фермеров работать в этих, как их называется, электронной системе, мультиплеции или как они сейчас называются. Да, чтобы мы могли сегодня крупные компании, да, сегодня даже Ростсерхозбак создает электронную систему торговли товарами. Никто не говорит, что она сейчас есть, и у вас сразу побегут забирать мясо. Но выстраивать отношения, искать партнеров через современные системы, это наша обязанность, понимаете? И никуда мы от этого с вами не денемся. Поэтому, пожалуйста, давайте мы с вами вместо того, чтобы устраивать риторику, как жить в этой стране, наоборот, будем следить за тем, что происходит в мире, какие возможности нам дает сегодня и какие посылы дает правительство, и идти. Вы понимаете, что вот у нас сегодня не социалистическая экономика, у нас рыночная экономика, да? И точно так же сейчас станут производители, станут сети и будут говорить, что у них куча проблем, куча затрат и так далее. Но как раз рынок, он для этого создан, чтобы вам не нравится этот поставщик, вам не нравится этот, ищите своего, создавайте свое, конкурируйте. И в части того, чтобы мы немножко все-таки задумались, что не прислушиваться надо к тем тенденциям, которые идут и которые посылы дают правительство. 8 лет назад, когда мы начинали гранты, да, пожалуйста, берите, там, можно критиковать, можно, там, кто-то ошибался. Но сегодня, вы видите, программа грантовая сворачивается, да, в том или ином виде, уж начинающего фермера нет, и нас уходят куда? В систему льготного кредитования. В принципе, в ту систему, в которой живет вся горогая экономика. То есть весь тот запад, куда, на который вы так смотрите, они все живутые, животные кредиты. И опять-таки, и нас подталкивает к тому, что вы сегодня идеально легким путем, вы сегодня пощряете незаконное предпринимательство, вы сегодня пощряете и становитесь участником сделки в НИЗА, не нарушение ветеринарного и санитарного законодательства, гонясь за изименитной выгодой. Но, гонясь за этой выгодой, вы не выстраиваете, не пользуетесь тем временем, теми поддержками, теми льготами, которые вам сейчас дает страна, чтобы на перспективу выстроить прозрачный и понятный рынок для себя. И через 5 лет мы опять придем, и вы опять будете говорить о своей проблеме. Но вы при этом, то есть вы хотите сразу морковку, но ту кудочку, которую вам дают, чтобы вылавливать рыбку, вы ее не видите. Вопрос, смотри, а еще? Не изменяйте? Вот сегодня санит мне, в сфере растеневодства, зерна, да, позвонили, человек 20, и говорят, мы купим ячмень, мы купим пшеницу, мы купим кукурузу. А за мясо ни один не позвонил и не сказал, мы купим. Где же я его буду искать, если мне надо идти их кормить, этих коров, и тех кроликов надо идти кормить. А эти зерновики, менеджеры, они сами приезжают домой и стучат в верень. Давайте мы продвинемся, давайте мы продвинемся, а у нас впереди...